всех приветствую мои родные любимые веганы христолюбчики и все кто попал на это видео под моим роликом предыдущим не убей заповедь 6 заповедь моисея но я назвал не убей всех заповедь десяти слове книга исход 20 глава 13 с них стих василий алибабаевич написал следующий комментарий почему же тогда иисус в марка 1 глава 44 стих повелеве повелел исцеленному от проказу принести жертвы зачищения согласно закону моисеев левита 14 глава с 1 по 32 стих вы знаете кажется неразрешимый вопрос я с я ставлю это на ваше исследование действительно прям самом начале евангелие от марка 1 глава она достаточно кратко поэтому там динамически развиваются события это уже конец главы где нам описан случай с исцелением прокаженного его сейчас мы прочитаем подобные случаи давайте мы в общем то и прочитаем его как всегда вы знаете я терпеть не могу ложь лукавство вранье в любой его форме и мы с вами читаем не просто эпизод даже захватываем предыдущий стих это евангелие от марка с 39 по 45 стих мы будем читать это конец главы 39 мы видим что события просто как и вся грудь что это эпизод мы видим что это были другие события и переходит определенное описание некого сюжета и он проповедовал в синагогах их по всей галиле и изгонял бесов то есть это итог подведение итога предыдущего эпизода 40 стиха мы читаем с вами приходит к нему прокаженный и умоляя его падая пред ним на колени говорит ему если хочешь можешь меня очистить очистить иисус умилосердившись над ним простер руку коснулся его и сказал ему хочу очистить после этого слова проказа тотчас сошла с него и он стал чист и посмотрев на него строго тотчас отослал его и и посмотреть на него строго тотчас отослал его и сказал ему смотри никому ничего не говори но пойди покажись священнику и принеси защищение твое что повелел моисей во свидетельство и а он выйдя начал провозглашать и рассказывать о происшедшем так что иисус не мог уже явно войти в город но находился вне в местах пустынных и приходили к нему отовсюду я вам скажу что практически везде этот случай описан в трех евангелиях еще и матфея и луки практически дословно единственное отличие в одном из евангелий вместо жертву дар слова это не суть важно я не буду с вами зачитывать отсылка василий алибабаевич абсолютно верно в левите 14 глава вся глава она так и называется а законопрокаженным я кратко вам скажу там надо было убить животных овечек птиц голубей до этой кровью там измазаться всему насквозь престол при условии что уже человек выздоровел и все хорошо зачем же иисус посылает человека убивать животных даю вам поставьте на паузу подумайте и попробуйте ответить попробуйте сами вы знаете я всегда по заповеди настоящего иисуса учу кого учеников чтобы они стали учителями попробуйте дайте ответ на этот вопрос зачем иисус послал исцеленного им человеком от ужасной болезни от проказы у которого жизнь это не жизнь знаете есть жизнь а есть ад уже здесь на земле и вот иисус исцелив такого человека такое прекрасное событие казалось бы нам опять описано бог явившийся во плоти творит абсолютное благо прокаженный человек страдающий невероятными болячками обращается к нему и господь вопреки закону моисеева и общечеловеческим законам прикасается к нему не страшась болячек это раз нарушая закон это два более того всем что он делает подавая пример другим делать точно также 3 иисус прикасается к нему прикасается он не по своей прихоти мы знает целиком евангелии люди хоть раз жизнью прочитавший убеждаются видят что иисус мог исцелять воскрешать никого не касаясь просто свои говоря одно лишь свое слово и человек и исцелялся и воскресал и бури утихали и бесы выходили из людей он не имел нужду в прикасании зачем же он прикоснулся вы видите я не могу говорить кратко конечно суть сегодняшнего ролика это ответ зачем иисус послал человек убивать животных принося их жертву якобы для бога но я все-таки скажу для чего иисус прикоснулся мы видим тоже из того же самый евангелий раз что иисус был сердцевец это был бог явившийся во плоти он видел помышление сердец об этом не раз в евангелии сказано как он вел злые помышления сердец помните о чем помышляйте в сердцах ваших одна из известных слов и ну как словосочетание мысли или фраз иисуса до фраз это за известных фраз о чем помышляете в сердцах ваших зачем помышлять это в сердцах ваших когда он укорял за злые мысли он видел помышление сердец своих учеников он видел печаль в их ним сердце и этот иисус конечно же видел сердце этого прокаженного и прикоснулся он не ради себе прежде всего ради прокаженного потому что многим людям нужны материальные вещи чтобы увериться да вот это вот прикосновение конечно же этого человека убедила в том что это сотворил с ним нет во первых что вообще с ним это творится и что это произошло не случайно да второе конечно что иисус и что это сделал именно иисус 3 иисус конечно прикоснулся чтобы показать что он власти над всем он не боится прикоснуться к прокаженным вы поставили на паузу подумали так почему иисус иисус который нам бог явившийся во плоти открывается как абсолютная любовь столько добра творит столько любви проявляет к своему мирозданию как животным людям природе мы это видим его почему-то на картинках всегда рисует не с ножом какого-то до человека который перерезает глотку барашка почему-то сюда его картиночки он вокруг овечек там держит овечку на руках у себя на шее рисую так попытаюсь изобразить ту притчу которую рассказывал о добром пастыре но почему-то когда касается настоящих дел не вот этих картинах которые добром и правда всем правильно с одной стороны показываем но когда касается отречение от зла мы сразу из иисуса делаем сатану так как эти слова согласуется во всех трех евангелиях написано это никуда не денешься казалось бы истинные дети божьи прижатых стенки я не знаю истинную цель ариба боевича до василия либо боевича с какой целью он все время пишет мне эти комментарии но я очень часто беру комментарии за основания для проповеди посмотрите толкование псевдо христианских сект католиков православных протестантов они хватаются за это место за эту блевокину я сразу назову вот этот место где написано что открываем с вами еще раз текст или нет я подожду с такими словами что они хватаясь вот за эту фразу принеси защищение твое что повелел моисей заметьте и принеси защищение твое что повелел моисей и естественно все толкования псевдо христиан православных католиков протестантов сразу начинает петь по нигирике иисусу за то что он соблюдал закон моисеев был фарисеем законником и всех этому учил ибо законности это девать водитель ко христу ну теперь я прямо да еще раз повторюсь вот эта фраза и принеси защищение твое что повелел моисей это блевотина эту блевотину в тарелочке вам нарыгает еще каждый псевдо святой великий православный там великий святой православные католические протестантские пастыря их не учителя гуру или современные попы священники и пастырь вот эти горе пастыри и вам эту блевотину со всеми туда наблеванными этими вещами подадут и вы хаваете это большой ложкой ответ очень прост на это место писание как же иисус послал человека после сотворенного блага убивать беззащитных животных иисус этого что внимательно следите за моей речью иисус этого никогда не говорил это ложь самая настоящая блевотина впиханная как его называют в слово божье его эту блевотину как я повторюсь хавайте большим половником читаем еще раз внимательно текст канонических евангелий которые якобы до нас дошли смотри я думаете я просто так все это буду говорить кто сможет себя пересилить кто конечно считает что библия это слово божье то я надеюсь вы сможете смотреть и я кое-что вам покажу досмотреть этот ролик до конца читаем еще раз внимательно мы спокойненько можем все это прочитать без этой фразы после этого слова проказа тотчас сошла с него и он стал чист и посмотрев на него строго тотчас отослал его и сказал ему и внимательно вспомните еще один очень важный момент кто прежде всего отвергал иисуса бога любовь творящего одно сплошное добро когда он сам им тыкал и укорял за какой из добрых дел хотите попить меня камнями кто больше всего ненавидел иисуса священники члены синдриона фарисеи книжники и законники естественно они ненавидя его учили этой ненависти свой народ свой не божий и народ слушал их так зачем же иисус посылает его именно к священникам да потому что они его ненавидят и он хочет чтоб этот человек зафиксировал это доброе дело именно перед священником иисус никогда не посылал этого человека творить зло убийство беззащитных животных это зло и беззаконие еще раз читаем то что мы с вами видим евангелие смотри никому ничего не говори потому что иисус шел проповедовать и когда о нем провозглашали он не мог даже войти в город на центральную площадь чтобы благовествовать но пойди покажи священнику во свидетельство и вот что по-настоящему сказал иисус и принеси защищение твое что повелел моисей кто это написал это написали враги бога иисус этой фразы никогда не говорил иисус никогда не учил закону моисея иисус никогда его не соблюдал иисус никогда не был законником иисус никогда не был фарисеем это бог пришедший во плоти он не нуждался соблюдать все беззакония человеческие от адама до иоанна крестителя теперь я попрошу вас немножко напрячься и просуждать поразмышлять я конечно с обращаюсь к тем кто более менее знает евангелие начнем с этого эпизода иисус по версии запомните раз и навсегда то что вы знаете те писание собранные в корпус под названием библия библиотека сборник книг они слово божье и не священное писание написаны ибо бог от начала адам и евы и даже когда он сам явился во плоти ни одной бумажке не написал ничего он никогда никому не спосылал даже моисеев даже мухаммеда иисус бог есть во плоти не позволил написать себе ни одной строчки никогда не смейте в своем сердце называть библию священным писанием и словом божием вы наступите себе на горло и задохнетесь это обычной бумажке это люди писали и описывали те события своими глазами своими мозгами как они их воспринимали и своим сердцем как они им ощущали и все это они выкидывали на бумагу насколько верен каждый судит лично из вас потому что вы обладаете знанием вот здесь от бога не бумажки бог а бог всячески во всем знание истины доступны каждому человеку и вы судите библию вы они рассуждаете и в своей жизни творите добро или зло от от творения этого добра или зла вы пожинаете плоды и в этой жизни и в вечности всегда будете их пожинать по версии вот этих вот тех кто уже не важно кто писал переписывал переводил и перетолковывал и извращал изменял эти писания историю бога воплощение и вообще всю историю от начала первых песен это уже не суть важно но в тех канонических писаниях католиков православных и протестантов у нас иисус представляется каким-то двуаличным психопатом по версии этих сект иисус одновременно и нарушает и соблюдает закон по закону моисеева к прокаженному нельзя было прикасаться иисус спокойно прикасается тут же нарушая закон массе и тут же он посылает якобы человека исполнять бесчестный беззаконный жестокий злой ничего не имеющий общего с богом истинный закон моисея а мне кажется иисус странным я всегда на это показывал по версии этих вот детей дьявола в законе моисея иисус горы в нагорной проповеди иисус прямо противопоставляет себя закону моисея и его заповедям его жизни он год вам сказано люби ближнего и ненавидь врага своего а я говорю вам любите врагов ваших я много слышно даже есть публичной записи многие из вас их слышали где мы не пытались эту блевотину меня накормить и эту эту помойку и кал этот в голову мне вдавить что якобы иисус это продолжение закона моисея евро этот кал оставьте у себя в голове эту блевотину в своем желудке и лучше не изрыгайте ее ни на кого иисус никогда не соблюдал закон миссии иисус никогда не призывал его соблюдать благодаря евангели от она кто знает его называет антисемитским антиеврейским кто его читал одним духом одним вот кто пытался за один раз прочесть тот увидит какую-то ненависть к еврейскому народу несмотря на то что у якобы писал еврей апостол иоанн любимый ученик иисуса сам будучи евреем он как будто ненавидит или иисуса показывает и действительно весь дух евангелия пропит у тебя у тебя у самого появляется какая-то ненависть и злоба на этих этих безжалостных глупых невежественных слепых детей дьявола как иисус их назвал давайте откроем его благодаря евангелию от она то что иисус вытворяет дебош в храме в капище соломона как я его называю хотя и во времена иисуса капище который стоял уже было конечно же не с храмом соломона и даже не храмом зававили тот прекрасный и блистательный вид который уже имел храм соломона во времена иисуса был восстановлен иродом великим тем кто и пытался убить младенца иисуса иоанна крестителя вы все это помните да и благодаря евангели от она мы узнаем что оказывается иисус это дело не только благодаря синаптические евангелиям не только в конце своего служения перед своим арестом судом и убийством а кассов он дел сам в начале своего служения и более того то что нам сказано в евангелии от она оказывается в евангелии от маркой и матфея луки на мне сказано эти подробности там в евангелиех от синаптических называют сказано Он просто, ой, там дом молитвы, сделали дом разбойника. А давайте сейчас еще раз, может быть, кто-то не знаком. Хотя я об этом много раз говорил, и кто хочет, я всегда отправляю своих зрителей на свой другой канал Христалю Библии иные Писания, где вы сможете прочесть Библию со мной целиком. И на многие эти места я, конечно же, безусловно, обращаю внимание. Давайте еще раз прочтем. Мне очень хочется, чтобы вы это все-таки еще раз услышали. После этого пришел он в Капернаум, самая матерь его, братья его, ученики его. И там пробыли немного дней. Приближалась Пасха, иудейский Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали валов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также овец и валов, и деньги у миновщиков рассыпал, и столы опрокинул, и сказал продающим голубей. Заметьте, для тех голубей мы с вами сегодня не стали вот этот бред в левитах читать, где надо было убить двух бедненьких птиц, ну не двух, не важно, одну, другую якобы там отпустить, одну перерезать горло, пролить ее кровь. А Иисус, заметьте, с какой любовью он говорит, и голубей даже в клетках не опрокидывает, чтобы не причинить им никакого вреда. Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом в торговле. При этом ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем пожирает меня. Как вы думаете, зачем Иисус выгоняет животных из храма, чтобы их не убивали? Если по бредним, ну и тем, может быть, и Василий Абабаевич к этим же людям, детям дьявола, относится, который проповедует, что якобы Иисус был исполнителем закона Моисеева, был каким-то жутким законником, фарисеем, на 100% исполнившим весь закон, какого перепуга он вламывается в храм Соломона, в это капище, и оттуда всех животных выгоняет. Разве священники, которым он... Вы понимаете, какой бред в Евангелии, очень легко находить истинную ложь. Совместить эти два поступка. Иисус, который из храма выгоняет всех животных, тут же говорит этому человеку, я к прокаженному, иди к священнику и принесите там жертву. А с чего они принесут? Иисус выгоняет их. Выгоняет то, что Иисус делал всегда. Он не делал, говорил, что это одноразово. Православный пост. Я сегодня не убиваю, завтра я убиваю еще с большей силой. Нет. Иисус всегда учил постоянству к любви. Его пост был, это было постоянством жизни святой. А не сегодня я святой, в кавычках, конечно, да, по закону Моисея. А завтра я лютый грешник по Евангелию Иисуса Христа. Зачем же он сказал взять их из храма? А как будут приносить жертву за очищение? Где же голубей тогда взять? Не продавать? Так закон Моисея учил продавать. А как не продавать? Это праздники огромные. Иудеи сходились со всего мира единожды в год. Ну, там несколько раз, но один точно желательно. Прийти именно вот этот великий день. День Пасхи там еврейской, да? А где эти люди возьмут жертвы за грехи свои, там жертвы за очищение, благодарственные жертвы? Люди шли издалека. Десятки тысяч километров, может быть, многие проходили. Может быть, экватор почти преодолевали. Мы не знаем. Евреи расселились и живут точно так же, как люди любой национальности в разных краях нашей практически необъятной земли. Где они возьмут животных? Почему Иисус? Как они не должны торговать? Они должны торговать, а как же? Или что, священники должны были по закону Моисея бесплатно их выращивать и раздавать миллионы? В этот день, говорят в Иерусалиме, кровь рекла по щиколотку от перенесенных жертв. Это священники что, бесплатно должны заниматься, раздавать? Закон Моисея об этом не говорил. Человек должен либо прийти с жертвы, либо купить жертву. Естественно, там, продав у себя на родине что-то, того же барашка, а здесь купил. Дашь на дашь, да. Он же, как он его повезет? Барашка, голубей, представляете? Некоторые люди были небогатые, чтобы еще оплачивать свою-то там дорогу с горем пополам, а еще животных перевозить. Странно, Иисус. Там он посылает приносить жертвы, тут всех животных выгоняет. Слушайте, а давайте еще дальше читаем. Иисус сказал им в ответ, разрушьте храм этот, и я в три дня воздвигну его. Естественно, Иисус говорил, чтобы разрушить вот это идольское капище, построенное еще Соломоном. И? Что? Что он мозги им вправит за три дня? О каком храме? Конечно же, ученики поняли потом, что он говорил о храме тела своего. Но что же, Иисус настолько безумен, что предлагал себя убить? Нет. Он реально говорил об этом храме. Но подразумевалось, что эта фраза очень великая, очень глубокая. Иисус, Бог явишься во плоти, говорил так сложно иногда, что эту фразу все включит. Конечно, он им предлагал разрушить храм этот. Но мы сразу, зная Евангелие, понимаем, что Иисус говорил, этот храм вы свое капище не разрушите. Но вы разрушите меня, Бога. И, конечно же, когда вы не разрушите этот храм, мне нечего будет восстанавливать, я и не собирался. Но когда вы убьете меня, я разрушу, я восстановлю свой храм за три дня. То есть, вы сделаете все наоборот, вот так по диагонали. Зачем же Иисус евреям предлагает разрушить храм, выгоняет всех животных оттуда? Говорит, чтобы голубей отсюда унесли. Он не сказал, не продавайте их, а так отдавайте людям. Нет, не сказал он этого. Возьмите их отсюда. Совсем их надо было убрать. Как это согласуется с этими подделками, где из Иисуса делают дьявола, самого настоящего дьявола, из Бога, пришедшего во плоти, точно так же, как Адам с Евой сделали дьявола из Бога неба и земли. Убив первое животное и сожрав его труп, точно так же, точно так же, всегда шишки все летят на Бога. Бог виноват во всем, я непорочный ягненок. Этот первородный грех лежит во всех людях, кроме истинно святых, детях Божьих, которые когда-то это осознали и раскаялись в своих злодеяниях. И поняли, что за все зло в своей жизни они сами в ответе. И изменили свою жизнь. Странный Иисус. Странный Иисус. Он говорит прокаженному приносить жертвы. Сам приходит. Оказывается, вы скажете, в Марке это было в начале. Казалось бы, в начале, как мы видим, Иоанн спокойно пишет, что оказывается не в конце он Евангелия, там один раз этот дебош в храме устроил. Нет, это Евангелие там, но вторая глава. С этого началось служение Иисусу. Он приходит в храм и устраивает этот дебош. Так может прокаженный был после этого? Мы не можем хронологически совместить эти Евангелия. Кто бы ни пытался, кто знает, изучал библистику, хотите, евангелистику, более глубокий, более отдельный эпизод Библии. Я занимался этим. Нет никакой хронологии. Никто ее не способен и не может. И у нее нет права и основания ее как-то собрать. Не собираются четыре Евангелия. В них нету датах, дней. Допустим, что Иисус тысячу дней проповедовал. Три года. Ну, округлим. Я приблизительно говорю. Ни одной из синаптических или Евангелия Тана не написано по дням, что вот в этот день, в 351 день, он туда-то пошел, в 361 туда-то. Никогда вы их не совместите. Ну, мы видим. Пожалуйста, прокаженный и дебош в храме. Иисус не говорит не торговать. Он говорит, вы устроили, да, торгашню здесь. Но он говорит, вообще заберите это отсюда. Животных уберите отсюда. Даже если бы это капище имело место быть хотя бы, оно должно было быть просто домом молитвы. Вы его сделали вертепом разбойник. Кто такой разбойник? Знаете? Есть воры, а есть разбойники. Это разные вещи. Посмотрите, уголовный кодекс. Вор, это который просто кладет. Этот человек может мухи не обидеть. Он секун, трус. Ну, или может быть, у него действительно есть еще чувство, что одно дело своровать, другое дело лишить жизни или здоровья человека. Разбой. Узнайте, что такое разбой по уголовному кодексу. Неважно, в какой стране вы живете, я думаю, что у всех будет приблизительно одинаковое определение. Разбой, разбойное нападение, кто знает, это получение чьих-то денег, материальных ценностей, за счет нанесения вреда здоровью или жизни полностью человека. Вот кем их Иисус назвал. Так и есть. Они, убивая животных, зарабатывали на этом. Разбойники. И зарабатывали на смерти. Ты что же это за Иисус такой? У него раздвоение личности, это очевидно. Он больной психопат. Он одной рукой делает добро, другой рукой делает зло. Евангелие, те канонические Евангелия православных, католических, протестантских, псевдо-христианских сект, оно не истина. Там много истины. Я сам христианин. Стучу себя в грудь, да? Я верю, что Бог приходил во плоти. Потому что такое событие не могло не пройти незамеченным в истории человечества. Но Бог, будучи свободен и одарив все свое творение этой свободы, не нарушает человеческой свободы даже творить зло. Знаете, почему Иисус ничего не написал? Я об этом много раз говорил. Потому что это все равно бы сказали, еще бы сказали, что это Иисус написал, потому что, вы видите, написано, он вот писал. Евангелие не так сильно искажено при всем этом. То, что я говорю, не истина, я подразумеваю слово, не полнота истины. В нем много правды, много. Бог приходил в оплоти? Да, приходил. Бог явил свое имя, сущность и природу, своей деятельной жизни на земле? Да, явил. Какова она? Любовь. Почему? Потому что она проявлялась через добрые дела. Он не сотворил никакого зла. И не было лести в устах его. За какое из добрых дел распяли его на кресте? За все добрые дела. Его распяли, потому что он творил добро. Потому что мир этот лежит во тьме. Он барахтается в своей блевотиной и не хочет из нее подняться. Пока вы в сердце своем не поймете, что Бог есть любовь, мне жаль религиозников, я много раз говорил, почему я ставлю себя на такую высокую планку судить Евангелие, потому что меня Бог призвал к покаянию, кто знает мою историю, не через Писание, не через проповедников, а лично открывшись мне. Я знаю, кто такой Бог. Бог есть, это абсолютная любовь, абсолютная энергия любви. Когда я читаю вот это, я прекрасно знаю, кто такой Бог. Бог мне открывался, кто знает историю моей жизни, это и даже... Я прекрасно знаю, кто он, его энергию. Я читаю вот это, здесь нет ничего от него. Это не Божье. Я читаю Ветхий Завет, я знаю, это не от Бога. Я видел его, он мне открывался. Я знаю, кто он. Это все ложь, это все зло. Это все видение, Боговидение человеком Бога и выдавание за правду. Еще один аргумент я много раз говорил. Вообще, у меня есть интересный ролик на этом же канале. Советую посмотреть. Иисус бумажный и евангельский. И Иисус не воскрес. Если кто мне напомнит, когда я... Я всех прошу, когда я говорю и даю какие-то ссылки в личке. Напоминайте мне, какое время я дал ссылку. Я буду добавлять их или вот здесь в подсказках есть обычно. И постараюсь в первых запреленных комментариях и, может быть, в описании давать эти ссылки, чтобы вы долго не утруждались и искать. Они вам будут дополнять ваше вот это вот истинное мировоззрение, благодаря которому вы станете, обретете истину, полноту познания истины и блаженства, то есть полноту счастья уже в этой жизни. Потому что Царство Божие, оно вот здесь. Когда оно вот здесь станет, вы в него туда и войдете. И вот там я не раз показывал. Во-первых, вот я вам показал. Да, было бы у нас, вот прочитайте одну Евангелие от Марка. Вот не было бы Евангелие от Анна вот этого случая. Мы прекрасно видим, что Иисус был против всего этого культа. Он предложил иудеев, в глаза такое сказал. Представляете, вы представляете, сейчас я зайду в храм Христа Спасителя в Москве и устрою там вот подобный дебош. Я буду сидеть. Еще все православные меня будут проклинать. Я сделаю то же самое, что сделал Иисус. Я разобью все эти лавочки и все это повыкидываю. Ну, лет пять пришьют, наверное. Все. Все. История повторяется всегда. Вы думаете, кто-нибудь поймет, кто из них святой, а кто грешнее из нас и вот тех, кто будет меня сажать? Нет. Все скажут по делам ему. Проклят, поэтому проклят от Бога. Бог уже у него славляет. Он сидит, значит, он проклят от Бога. Все будет один в один. Ничего не изменится. Зайдите в Рим, съездите в Италию, устроите там такое. В храме Святого Петра. Или в любой базилике Богоматери. То же самое вас ждет. Все то же самое вас ждет. Один из ярких моментов, я всегда это показывал. Я говорю, посмотрите этот ролик. Ну, сейчас все равно я всегда стараюсь хоть как-то мысли доформировать, хотя у меня всегда есть больше, намного больше, чем я хотел бы. Но этого достаточно. Мои ролики и так все от полчаса до часа, а то и больше. Это по поводу его учеников. Пусть это тоже все Писание. Это жизнь и учение уже его учеников. То, как они жили, глядя и слушая Иисуса. А то, что они потом сами говорили своих учеников. Пусть там тоже есть извращение. Не говоря уж вообще о том, что кто почитает деяния, книгу и послания апостолов, то есть прямых учеников Иисуса, тот уже поймет, что они тоже, мягко скажем, не все до конца поняли. О том, о чем они потом стали учить, это уже не учение Иисуса Христа. Только задумайтесь над той мыслью, что будет в 2300 году? В 400 даже. В 300-400 году. Вам представить это страшно. В 2000 сегодня, вот у меня дата здесь есть, где, какой сегодня у нас? 14 октября 2020 года. Слушайте, даже странно представить, что вечный мир грезит апокалипсисом, что все будет плохо, и все уже беда, надо в катакомбы от царства Антихриста прятаться. А после вознесения Иисуса Христа прошло 2000 лет, и что-то никто, и что-то Иисус не приходит, и конец света не настал, и царство Антихриста, и печати никому никаких еще не положили в царстве Антихриста, да? Ни на лоб, ни на руку. Нам страшно представить, каково будет даже псевдо-христианство через 300 лет, 400. Я уж молчу, а как я говорю, я не молчу, а говорю, что христианство в IV веке перестало существовать официально, потому что оно стало официальным министерством религии Византийской империи. Естественно, это было полностью уничтожение официального, так скажем, официального, неканонического христианства, которое развивалось, да, которое распространялось. Там и говорить нечего. Все, что вы читаете, это толкование, это блеотина, которая недостойна даже вашего внимания. Но я обращаю ваше внимание. Отмотайте две тысячи лет от сегодняшних дней. Почему-то автор посланий евреев учит против закона Моисеева. Почему-то Стефан был побит именно вот за это, за то же самое, за то, что храм это не от Бога, жертвы это не нужны, этого человека побивают. Они стали самовольно делать то, чему не учил Иисус. Посмотрите на Павла, который проповедует свободу во Христе, а не закон Моисеева. Говорит, иначе вы снова вернулись на свою блеотину. Ну, там не уж другое, я из разных мест соединил, я не скрываю, просто говорю библейским языком, имея на это полное право. Ваше дело исследовать. Каждый из вас даст отчет за себя, и я за себя, но я за свои слова отдаю полный отчет тому, что я говорю. Я веду людей к истине, и от этой познания это истина, они меняют свою жизнь, и эта святая жизнь вводит их в небесное царство. Это ладно, много уберем. Я очень яркие два примера привожу. Послание апостола Павла Коринфской и Фессалоникийской церкви. Можно вспомнить общим фразам послания Иоанна, послания Иакова, послания Петра. Иакова возьмем за основание к тому, что я хочу сейчас сказать. Он говорит, в наше время уже появилось столько антихристов, что плюнуть некуда. Я чуть-чуть тоже перефразировал. Вы помните, да, это? Павел насаждает Коринфскую церковь. В этой Коринфской церкви его ученики, можно так сказать, захватили эту же, так скажем, церковь. Во времена апостола Павла, две тысячи лет тому назад, при живых апостолах, они спокойно учат церковь, что нет воскресения мертвых, и никто не воскресает, и Иисус никогда не воскресал. О чем вы говорите? Вы все те, кто верите слепо, что Библия, вот сейчас, которая есть, мне ее продали в церковной лавке, я вот так трясущимися богобоязненными руками беру и сдуваю с ними пылинки и всю эту блевотину хаваю, хотя там не то, чтобы пылинки сдавать, там надо вот так вырезать просто кусками и выкидывать на помойку, то, что там вам ту блевотину, которую вам туда впихнули. Апостол Павел в Фессалоникийской церкви основателем, одним из основателей, конечно, апостолы там и друг за другом получалось, ходили и пересекались, и вместе были в одном месте, так скажем, зарождали эту церковь. В Фессалоникийской церкви спокойно писали уже, что все, уже и царство, уже все откровение сбылось, и царство Антихриста уже было, и все уже, и печати всем, и все мы уже вознеслись, и мы уже вообще вот на этой земле вознесем. Это и есть небесное царство. И Павел тоже разоблачает этих горе-пастырей, этих членов церкви, и вообще всей этой церкви говорит, я же вам все это устно говорил, вы что вообще несете? Это во времена живых апостолов. Во времена этого же апостола Иоанна Богослова в своем втором послании он пишет в одной из церковь, в той же ему очень близкой, родной, где были очень близкие, родные его и ему ученики, которых он родил во Христе. А они пишут, что тот пресвитер, казалось бы, кто его поставил, кто его благословлял, а там пресвитер, начальник этой уже церквушечки стал, а запрещает творить добро. Принимать братьев, братьев, не каких-то там нищих бомжей, нуждающихся, братьев во Христе, не принимать, не кормить, не поить, и не давать кров. Иисус говорит, слушайте, посмотрите трезво, раннее христианство, там все прям, ниц падают. Люди остаются всегда со свободой воли. Бог никому, руки не иссушал этим негодяям и детям дьявола, когда они искажали писание. Иисус, Бог, явившись во плоти, и Бог с небес, которым он является, никогда не бил даже уже своих учеников, потом по голове, за то, что они учились жизни даже после его вознесения. Петр ничего не понял, он шел проповедовать только язычникам. Немногие ничего не поняли. Я мог бы до бесконечности сидеть, переслять или проще, взять весь Новый Завет прочитать, ну или в частности без Евангелия о жизни учеников из книги Деяния и их посланий. И в этом русле все показать, кто знает, кто со мной читал Новый Завет на моем канале Христоя любил и написание, все это видел, я некоторые мысли просто пытался, это невозможно, это будет огроменный ролик, если собрать все по одной какой-то мысли, но я старался эти мысли всегда следить и их показывать. И у тех, кто внимательно слушал, у него все это в копилочку сердца складывалось, и потом те общие мысли, которые я вот так изрекаю голосом вопиющего в пустыне вегана в свободе, во Христе, они просто складывают, я их говорю, они просто имеют основание вот из этих собранных крупичек, перемолотых, заквашенных и вам как хлеб поданных, но вы можете все это сами исследовать. К чему подводим? Иисус этих слов просто не говорил, это искажение в Писании. Из Иисуса хотят сделать дети дьявола такого же сатана. Еще последняя мысль. Вы же поймите, вы не оправдаетесь не этими бумажками, вы не оправдаетесь живыми людьми, ссылаясь на их поступки, на их слова. Бог есть абсолютно любовь. Все, что соответствует добру, все, что не причиняет никому зла насильственного, вам эти животные ничего не сделали. Заметьте, мы убиваем животных даже не хищников, а беспощадно убиваем тысячами беззащитных животных, которые не способны даже, у них нет ничего от Бога защищаться от человека. Они просто безобидны. Мы убиваем зайцев, тушканчиков, листьев, там этих, пипи-пиписов всяких, на шубы себе, да, рыбы безгласные, которые зачастую беззубые, да, есть крупные, вот именно, хотя бы хищники, а вот мы таких овечек, барашков, свинюшек, коровок, да, их просто об стену головой, разбивают голову, их посмотрите, как все это делается. И я вот говорю, я не знаю, как Али Бабаевич, я скажу, если он такой или подобным к нему, там, сами решайте, какой вы группе относитесь, вы пожнете плоды своих дел, все, абсолютно каждый человек, причем Бог не будет никого судить, просто ваша внутренняя наружность, тьма блевотина, и зловоние явится наружу в свое время. И точно так же, если вы считаете, что это можно пережить, пожалуйста, завтра голышом, обмазавшись дерьмом, выйдите на центральную площадь вашего города. Если вы способны на это, я еще могу поверить вашим словам, что да ладно, там я переживу второе пришествие Иисуса Христа и открытие всех беззаконий всех человеков. Запишите это на видео, публичное, на весь мир, в интернет выложить, как вы голышом, в блевотине и дерьме, вонючей, грязной. Выйдите туда, на улицу. Вы же считаете, что это благо. Покажите это всему миру. Тогда я еще поверю. А так нет. Вы все, то, что вы внутри, это жестокость. Все, кто защищает жертвоприношение, убийство животных ради пожирания их трупов, ради их кожи, ради их меха, ради того, чтобы якобы дьявол не приходит в своем черном виде постоянно. В 95% случаев жизни он прикрывается добродетелью. Ради здоровья мы должны потреблять ради медицины, чтобы спасти тысячу жизней мы проводим такие жестокие и бесчеловечные опыты над животными. Наша медицина, почему ничего не лечит, почему она вся из говна состоит, потому что она стоит на смерти, на убийстве, на страданиях, слезах, безсощитных животных и людей зачастую. 50% открытия в 19-20 веке было сделано благодаря Первой и Второй мировой войны на экспериментах, которые проводили на пленных во всех этих армиях, что в Первой и Второй, что во Второй. Ну, если уж фашисты, только немцы были. Вообще-то была коалиция с другими странами, те же самые итальянцы, еще которых благословлял Папа Римский, фашизм. Узнайте об этом подробнее. Это не какие-то далекие средиземные, средиземноморские, средневековые времена. Нет, это вот все, полвека назад. Так что вот так вот. Иисус, конечный ответ по сегодняшней конечной фразе, когда Иисус посылает во исполнение закона Моисеева приносить жертвы, это ложь. Иисус никогда такого себе не позволял говорить. Иисус это был абсолютным светом и Богом-любовью, который явился во плоти. Когда вы это поймете, у вас все и Бог встанет на свои места. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok